Мы выбили. Тех, кто действительно воевал в рядах армии и партизанских отрядах, теперь осталось немного. Это те, чья юность пришлась на сороковые. В основном сегодня к памятнику освободителям приходят даже не бывшие воины советской армии, а дети войны. Но и им пришлось в те годы пройти через самые суровые испытания. Я в нескольких лагерях был. После гибели родителей и сестры я просто сбежал. День Победы встретил на территории Винницкой области Кучужанский детский дом, куда я попал в августе 43-го года. Директриса детдома, принимая меня, спросила фамилию, имя, отчество. Мне было полминуты, чтобы придумать нееврейское имя, отчество. И я придумал. И по сей день в паспорте мне написано Иван. Хотя на самом деле я Иосиф. И от и до все 900 дней, вообще до 49-го, по 45-е мы были в Ленинграде. Дед мой работал по ремонту радиоаппаратуры, телефонизации там. И по столовым ходил, телефон. И вот то кусочек такого хлебца дадут, то такое. И вот он приходил, нам вот так на крошку, вот так вот возьмем, эти крошечки собирали. Это я прекрасно помню, как сейчас сижу я в коляске, в плетеной такой. В плетеной тогда были такие колясочки. Я сижу и вот это прям вот так эти крошечки собираю. Больше запомнился 44-й год, январь месяц, когда была снята полностью блокада. Там 200 с лишним орудий, причем боевых, и такие залпы были, это было вообще. Салют был потрясающий. С каждым годом все больше в День Победы приходят детей и молодежи к памятнику освободителям. Причем младшее поколение знает историю своих дедов и прадедов. У меня прапрадедушка. У меня дедушка и прадедушка. У нас воевали прабабушка и прадедушка. Моя бабушка прошла через войну, хотя она еще была совсем ребенком. Но для меня это важно. Для меня важны все события, которые она мне рассказывает. Ну я не могу просто пропустить и не приехать. Любим этот праздник, каждый год приходим. Дед воевал, практически герой Советского Союза был. Поэтому такой день очень значимый и важный. Мой дедушка Магомед Гайсуркаев. Он родом из каких мест? Уроженец Чечни. Первое боевое клещение он получил еще в финскую войну в 1939-м. А потом воевал, отличился в боях под старой русой, освобождал латвийскую землю. Я этим горжусь. Татьяна Коваленко, Олег Горячев, Первый Балтийский канал. Титяна Калин. Субтитры создавал DimaTorzok